Добрый день, уважаемые участники! Сегодня, наверное, уже много рассказывали про историю эпидемиологии и о проблемах онкоэпидемиологии в частности в России, поэтому я не буду задерживаться на исторических аспектах. Единственное, что нужно отметить, что сама эпидемиология, как наука, это достаточно молодое направление. То есть, конечно, разнообразные ученые предпринимали попытки разобраться в причинах возникновения различных заболеваний гораздо раньше, то есть еще в Средние века и в античности. Однако именно термин эпидемиология начинает использоваться в научном контексте не ранее XIX века. Эпидемиология изучает мировые тенденции распределения и детерминаты состояний событий, связанных со здоровьем, и использует полученные результаты в борьбе с болезнями и другими проблемами со здоровьем. В связи с этим хочется отметить, что, как и любой молодой науке, эпидемиологии свойственны ряд проблем. В частности, одной из важнейших задач развития любого направления научного в какой-либо стране является возможность применения в такой стране мирового опыта, накопленного в данной области. Это возможно только в том случае, если информация, полученная из зарубежных источников, своевременно обрабатывается и анализируется. Единый, понятный всем специалистам соответствующего направления научный язык – это одно из главных условий развития эпидемиологии в России. В контексте развития данного направления в целом и онкоэпидемиологии в частности, как полноценной науке, целесообразно разработать общие рекомендации по переводу важнейших терминов и формированию единой системы использования таких терминов. В настоящее время перевод является одним из основных и общепринятых средств межкультурной коммуникации, так как очень часто именно переводчик становится посредником в обмене научной информации. Корректный научный перевод решает проблему эквивалентности применительно каждому термину и тексту. Научный перевод в целом и медицинский перевод в частности являются особой категорией переводов. Такого рода тексты по большей части ориентированы на специалистов, которые, как называется, в теме. Научный перевод, с одной стороны, отличается повышенным требованием к точности, а с другой стороны, ярко выраженной неоднородностью используемой терминологии. В настоящее время существует большое количество вариаций перевода научных терминов, что говорит об отсутствии какого-либо единого глоссария и, как следствие, единого представления об используемых терминах. Это неизбежно приводит к появлению разночтений и снижает общее качество научных исследований в сравнении с исследованиями, в которых используется устоявшаяся система англоязычных терминов. В контексте перевода научных терминов, в частности, онкоэпидемиологических терминов, целесообразно говорить об использовании так называемых интернационализмов. Это слова, возникшие в другом языке и заимствованные в русский язык и другие языки с сохранением соответствующего произношения. И, как вариант такого интернационализма, англицизмы, либо использование русифицированного перевода. Отлично. Как мы видим здесь, на примере 1 приведены два наиболее важных, можно сказать, ключевых понятий эпидемиологии. И мы видим, что достаточно много вариантов перевода этих терминов. Это действительно варианты, которые встречаются в различных источниках. И если первые слова, первые несколько терминов – это как раз-таки русифицированный перевод, то есть то, что понятно русскоязычному специалисту, то последние слова – это калькирование с английского языка. Они действительно встречаются, даже есть в некоторых словарях, как инцидентность или инциденс, превалентность и преваленс. И второе, то, что мы можем заметить, то, что оба эти термина периодически переводятся как заболеваемость. То есть если мы берем русскоязычную статью или публикацию, то мы не всегда можем понять, о какой заболеваемости идет речь. К тому же есть еще понятие morbidity, которое тоже переводится как заболеваемость. Важно отметить, что с развитием в целом медицины и науки использование англицизма становится все более популярным. Это требование времени. Но, с другой стороны, сторонники так называемой русскости не приветствуют использование англицизмов даже в научном языке, поскольку оно свидетельствует о деградации языка. Однако в медицине употребление англицизмов даже предпочтительно. Как правило, оно обусловлено отсутствием тождественных терминов, либо их непреводимостью или неудобоваримостью некоторых терминов. Англицизма обеспечивает однозначную трансляцию лексического смысла в другой язык, так называемая медицинская латынь. Можно обратиться к примеру 3, так называемый cohort study, который переводится на русский язык как «когортное исследование». То есть это буквальный перевод термина. И в данном случае «когорт» остается в своем, можно сказать, английском варианте перевода. То есть если рассматривать, что такое «когортное исследование», то это исследование определенных групп людей. Но можно ли переводить этот термин как «групповое исследование»? И в данном контексте, опять же, важно понимать, что мы хотим донести в своей статье или публикации. То есть «когорта» является группой, но «группа» — это не всегда «когорта», потому что «когорта» — это группа с определенными признаками или отобранная по определенным характеристикам. В данном случае это не будут тождественные понятия «когортное исследование» и «групповое исследование». С одной стороны, использование англицизма исключает вероятность спутать похожие термины в ситуации, когда в английском языке более двух наименований, а в русском только одно. Но, с другой стороны, это не всегда отвечает требованиям благозвучности и содержательности термина, как мы уже заметили в случае инцидентности, превалентности и так далее. Англицизм обеспечивает также экономию языковых средств, и очень часто одним термином определяется предмет или явление, которое иначе нельзя описать менее чем двумя словами. К тому же, использование англицизмов и русифицированных вариантов в качестве синонимов позволяет избавиться от повторов в тексте и, так сказать, оживить его. Посмотрим, например, четыре. Понятие «observational study», которое также переводится как «обсервационное исследование», наиболее часто употребительный вариант, чаще всего встречается именно такой перевод. Но если копнуть глубже, чтобы понять, что же такое обсервационное исследование, и перевести само прилагательное «observational», то, по сути, мы получаем наблюдательное исследование, либо исследование путем наблюдения. В данном случае речь идет о том, что мы можем использовать эти термины равноценно в качестве синонимов в рамках одной и той же статьи. Также встречается вариант «неэкспериментальное исследование», однако я не стала бы считать этот вариант правильным, поскольку обсервационное исследование – это вариант неэкспериментального исследования, но для неэкспериментального исследования существует отдельный термин – «non-экспериментальный study». Важно отметить то, что знание английского языка очень важно для использования определенных терминов, которые пришли к нам из других языков. И в этом случае употребление англицизмов лишено смысла без знания основ английского языка. То есть термины превращаются для специалиста, незнакомого с английским языком, в пустой звук. Допустим, здесь термин «confounding» – это реальный перевод, то есть это не перевод, а калькирование, которое встречается в русских источниках, в частности, в интернете. То есть для специалиста, который только начинает заниматься эпидемиологией, либо не знает английского языка, пожалуй, слово «confounding» не говорит ни о чем. Этот термин можно переводить как «смешивание» или «смешение», а также влияние вмешивающихся факторов и влияние сопутствующих факторов. Во втором случае это скорее определение, объяснение понятия, чем перевод. С русифицированными терминами ситуация аналогичная. С одной стороны, содержание термина понятно использующим его специалистам, так как термин переведен с помощью понятных и знакомых понятий. С другой стороны, русифицированный термин не очевиден, так как «нет» ссылает к оригиналу. Здесь мы видим тоже одно из важнейших понятий эпидемиологии – bias, которое часто переводит как просто ошибка. Однако в данном случае существует огромная вероятность спутать этот термин с другими терминами, которые также означают ошибку. Error, fallacy, fault и многие другие термины. Поэтому в данном случае нужно, вероятно, использовать два слова для данного термин. То есть именно систематическая ошибка. Потому что bias – это систематическое отклонение результатов от истинных значений. Итак, главный вопрос можно сформулировать следующим образом – переводить или не переводить. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно в первую очередь понять, какие цели преследует научный перевод. В первую очередь это создание единой терминологической системы, которая будет одинаково понятна всем специалистам с разными уровнями знания английского языка и общим уровнем профессионального знания. И следующая цель – это упрощение процесса перевода научных публикаций с английского языка на русский язык и написание публикаций на обоих языках. Какие же требования предъявляются к русскоязычным терминам? Важнейшее требование – это соответствие оригиналу, без искажения смысла. Также необходимо избегать так называемых ложных друзей переводчика, что чаще встречается в переводе именно медицинских терминов. Следующее требование – это доступность переведенных терминов к пониманию широкого круга эпидемиологов и универсальность использования. То есть некоторые общепринятые глоссарии или система, которые в идеале должны быть утверждены какой-либо медицинской организации авторитетной. Особенность онкоэпидемиологических терминов в сравнении с прочими медицинскими терминами состоит в том, что по большей части это термины взяты из статистики и математики, то есть неанатомические понятия, для перевода которых как раз используется принятая номенклатурная система, основанная на интернационализмах и латинских терминах. В нашем же случае целесообразно использовать комбинированный подход, то есть термины, не имеющие аналогов в русском языке, оставлять без перевода. Термины, имеющие понятное абсолютному большинству специалистов, обозначение переводить максимально близко к оригиналу. Так можно сделать следующие выводы. Перевод эпидемиологических терминов на русский язык – это неданность. Это одна из первостепенных задач, которая окажет непосредственное влияние на дальнейшее развитие клинической эпидемиологии в России. Научный перевод – это один из важнейших средств коммуникации, обмена информацией в научном сообществе. А термины являются единицами языкового и профессионального знания, обеспечивающие эффективность коммуникации в научном сообществе. Перевод должен носить централизованный характер, то есть вовлекать максимальное количество специалистов-эпидемиологов и учитывать все рекомендации. Задача состоит в том, чтобы создавать универсальный глоссарий или термины «система», который будет согласован ведущими медицинскими учреждениями страны. Именно многообразие терминов, недостаточная упорядоченность их приводит к тому, что мы имеем дело с недостаточной степенью коммуникации в научном сообществе. Другим важным условием является доведение сформированной термины «система» до сведений специалистов-эпидемиологов. В частности, необходимо размещать переводы глоссарий и термины «система» в открытом доступе, публиковать в статьях и соответствующим образом обсуждать. Потому что если специалист не знает о существовании такой системы, соответственно, он ее и не использует. Поэтому хотелось бы сделать вывод, что перевод медицинской терминологии – сложный, это многоступенчатый процесс, и он требует не только лингвистической работы, но и институционального участия. Спасибо. Большое спасибо за доклад. Если есть какие-то вопросы... Да, конечно. Спасибо. Сразу же впечатляю, что вы этот медицин хотите распространить на эпидемиологию. А как же остальная медицина-то? Это любая статья по творческой медицине. Это речь идет о всей медицине. Здесь речь идет... Я, например, для себя до сих пор не решил, как по-русски написать «Инциденс». Я не знаю. Я могу написать в английском. А хорошо, «Аморбидити». 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 «Болезнь». «Болезнь», «Адисис» тогда. «Не совсем, потому что это Антони «мортелити». А «мортелити» – это смертность. Хорошо, а «Инциденс» – «Пропошн». Опять-таки, да, вот я к тому, что в итоге мы приходим... Вопрос в том, что она говорит о демиологии, но демиология – это не демиология. В первую очередь я сказала о научном переводе, в частности, медицинском переводе. Медицинский перевод именно анатомических понятий, если я правильно выражаюсь, все-таки немножко проще, поскольку там идет именно калькирование. То есть латинские термины переводятся буквально, за исключением ложных друзей-переводчика, которые вот была таблица небольшая. А здесь именно термины из математики и статистики, то есть их нужно переводить. По большей части да, то есть все-таки в идеале, конечно, переводить нужно, но вопрос в том, насколько это облегчает понимание термина или усложняет наоборот. Потому что тут мы, с одной стороны, стремимся к лучшему, то есть перевели вроде как хорошо, всем все понятно. Но, с другой стороны, встает вопрос о том, что этим словом можно перевести все остальные термины, несколько терминов. Ну, принципиальный вопрос, чтобы вас поняли те, для кого вы пишете, предположим, статью. Если вас не понимают, значит перевод неправильный. Если вас понимают, то плюс-минус перевод правильный. Но хотелось бы, чтобы он еще красивый звучал, благозвучный был. Incidence prevalence не самые лучшие слова, которые в русском языке есть, я думаю. Да, все-таки нужно ориентироваться на международный опыт, на общение между специалистами. Можно, конечно, говорить только о том, как поступать в русском научном сообществе, переводить или нет. Но все-таки вам необходимо ориентироваться именно на то, чтобы как-то строить коммуникацию с иностранными специалистами, в первую очередь. Чтобы у вас было понимание, что вы говорите об одних и тех же терминах. Может быть, Малком нам скажет, как это происходит в Китае, в Индии? Ну, на самом деле, насколько я знаю, нет интернациональной организации эпидемиологии, которая бы предоставляла такой сервис, о котором мы говорили. То, о чем вы говорили, вот заболеваемость, распространенность и вот все эти термины, они достаточно хорошо, четко определены. Но на самом деле в России должен кто-то определить, как именно будет переводиться данный термин. И потом нужно разместить это на портале, может быть, на веб-сайте, на русском. Например, у испанцев же та же самая проблема, потому что мы используем эти термины по-разному в разных странах. Но здесь важен контекст. Поэтому нужно использовать превалирующий контекст в вашей стране, чтобы не происходило вот этого недопонимания и смешения. Нужно принимать это в расчет. Я уверена, что есть определенные средства в русском языке, чтобы выразить четко, что означает данный термин, чтобы это было четкое понимание. Но просто вопрос заключается в том, с какой интернациональной международной организацией вы можете сотрудничать в этом направлении. То же самое справедливое и в отношении Китая, и в отношении Японии. Например, в Японии, я знаю, что у них есть ассоциации, которые берут на себя ответственность за это, за прояснение, например, какой-то терминологии. Да, прошу прощения за мой комментарий. Нужно договориться, если мы назовем что-то каким-то термином. Если все понимают это, то неважно, как это звучит. Главное, чтобы все понимали, что это значит, и была однозначная трактовка этого у всех специалистов. Большое спасибо.